Я рада вас видеть, рада приветствовать. Я сразу хочу вас представить нашим зрителям, потому что вы необычный гость, вы известный юрист, вы глава юридической компании Макью Джури и Партнерс, вы доктор юридических наук из Великобритании. У вас огромное количество резонансных международных дел, мы об этом сегодня тоже поговорим, но главное, почему, собственно говоря, вы сегодня приехали в Украину, это то, что вы начали судебный процесс, который называется «Украинский народ против группы Вагнера», где вы представляете жертв российской агрессии, вы подали этот иск от украинцев, которые сейчас находятся в Великобритании, которые пострадали от российской агрессии, и вы хотите, чтобы Пригожин, группа Вагнера и российские военные преступники заплатили 5-9 миллиардов фунтов стерлингов, но мы об этом сейчас тоже подробнее поговорим. Скажите, пожалуйста, как вы этого собираетесь добиться? Ответ на этот вопрос весьма прост. Мы добьемся этого, подав Британии иск от имени украинцев, затем пройдем этапы судебного процесса, чтобы выиграть дело, и мы его выиграем. А получив решение британского суда в нашу пользу, мы отправимся по всему миру в поисках активов, принадлежащих российской военной машине, чтобы исполнить данное решение. Если хотите, мы будем везде, где есть активы военной машины. Вы определили сумму компенсации как 5-9 миллиардов фунтов стерлингов. Но если говорить о том, что уже Россия, какой ущерб нанесла Украине и украинцам в этой войне, он уже оценивается в триллионы долларов. Почему именно эта сумма? Как вы считали? Это первый случай за всю кампанию. Данное конкретное дело касается определенных обвиняемых, представляющих российскую военную машину. Другие дела, которые мы запланировали в рамках кампании, будут против других обвиняемых и в пользу других жертв среди украинцев. Вся идея в том, что чем больше будет у нас ресурсов, тем больше дел мы сможем возбудить, тем больше украинских жертв мы сможем представить, тем большими будут репарации в пользу Украины, и тем больше проблем мы сможем создать в российской военной машине. Дело в том, что мы хотим, чтобы первые дела, которыми мы занимаемся, такие как дела Вагнера, другие дела, которые у нас в планах, чтобы они стали катализатором для других юристов по всему миру, чтобы они начали дела в своих странах. Вместе мы сможем получить те огромные суммы, которые озвучены, и которые соответствуют тому ущербу огромному, который россияне уже нанесли этой стране. Это очень интересно. Ваше дело, по сути, является флагманским, которое станет прецедентом важным для того, чтобы использоваться дальше в международной практике другими юристами в других странах. Хорошо. Вот если высокий сумм Лондона выносит решение и говорит о том, что группа Вагнера и военные российские преступники должны выплатить вот такую сумму компенсации и репараций пострадавшим украинским семьям. Конкретно откуда эти деньги будут взяты? Это будут какие-то активы? То есть о чем идет речь? У кого и как они будут на практике изыматься для того, чтобы эти суммы были доставлены, собственно говоря, жертвам, адресатам? Хороший вопрос. После получения решения начнется тактическая игра, в ходе которой мы будем преследовать активы по всему миру. У нас есть огромная команда следователей, в том числе Беллинкад, другие. Много людей по всему миру помогает нам выслеживать активы военной машины. Решения, которые мы получим, будут распространяться на уже подсанкционные активы, а также на те, которые пока не под санкциями. По сути, мы сможем фактически ввести санкции, добившись распоряжения о замораживании средств ответчиков в обеспечении иска. Опять же, это тактика, о которой я не хотел бы сейчас распространяться, потому что не хочу, чтобы мистер Путин знал о ней. Я 30 лет своей жизни потратил, преследуя террористические организации в судах, выигрывая дела и используя судебные вердикты для поиска активов и их использования в качестве возмещения. Здесь то же самое. И знаете что? Группа Вагнера – террористы. Да, мы поговорим об этом тоже по поводу признания группы Вагнера террористической организацией. А сейчас я хочу вас спросить, скажите, пожалуйста, как вы считаете, какой это будет путь? То есть сколько времени пройдет от того, как вы подали этот иск, до того, как он будет удовлетворен? Я понимаю, что это не месяц и не два. Хорошо понимаю, потому что мы лично имеем опыт подачи иска в ЕСПЧ, например, да, потому что Дмитрий Гордон, один из самых известных украинских журналистов, основатель нашего издания, интернет-издания Гордон, подал в суд в ЕСПЧ против государства России. Государство России преследует у себя, уголовно преследует Гордона, внеся его в список террористов, экстремистов, за его донесение правды и, собственно говоря, разбиванию фейков, которые делает кремлевская пропаганда. Но как вы считаете, сколько времени пройдет до того момента, как высокий суд Лондона вынесет свой вердикт? В среднем рассмотрение подобных дел в английских суда может занять от одного до трех лет. Все зависит от доказательств в деле, насколько они сильны, и от защиты другой стороны, Пригожина и Вагнера. Вот, например, Пригожин. Похожая ситуация, он подал в суд на Белинкад за засловие и клевету. Мы были адвокатами, защищавшими Белинкад, и нам не потребовалось много времени, чтобы выиграть это дело. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, Гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир Гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот, посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка. Вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Мау. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Как именно будут распределяться компенсации среди украинских жертв? Кому, сколько пойдет? И, собственно говоря, кто именно эти заявители, вот украинцы, которые пострадали, которые, я так понимаю, живут в Великобритании, но, возможно, и не только они, которые на сегодняшний момент являются теми, с кем вы делаете, вы подали этот иск? Дело, которое было возбуждено в Лондоне, может касаться 180 тысяч украинцев, эвакуированных в Британии и имеющих визу, что дает им право выступить в качестве стороны. По делу другие иски, которые будут начаты по всему миру, будут касаться других групп истцов. Вот почему мы говорим о компании, а не о единичном деле. Это лишь первое дело. Вот как это работает. Суд оценивает ущерб, фактический реальный ущерб, нанесенный каждому из судов. Это не похоже на международный процесс, где утверждается символический ущерб. Речь идет о реальном ущербе. Но у нас есть идея. Мы считаем, что украинцы, которые присоединятся к иску, продемонстрируют патриотизм и согласятся с вердиктом, по которому определенный процент суммы возмещения по коллективному иску будет передаваться другим украинским жертвам, чтобы помочь им. Таким образом, у нас будут украинские ссы, жертвы, помогающие другим украинским жертвам. Мы также уже полгода сотрудничаем с вашим Верховным судом, юристами в Украине, над вопросом, как можно реформировать систему в Украине, с тем, чтобы, с учетом нашего опыта в таких делах, можно было бы подать иск в пользу украинцев в Украине, с тем, чтобы исполнение решения можно было бы обеспечить по всему миру. Украинская власть поддерживает вас? И если да, то в чем эта поддержка заключается? Сейчас мы приехали сюда, это часть поездки, чтобы встретиться со всеми соответствующими украинскими органами власти. У нас есть полная, полнейшая поддержка со стороны Офиса Президента Правительства Украины в вопросах содействия этой юридической кампании, поддержки всех пострадавших украинцев во всем мире. Вы встречались с Кириллом Будановым, в частности, и он об этом публично написал. Скажите, пожалуйста, а какие результаты конкретно встречи? То есть в чем будет в этом смысле заключаться дальнейшая поддержка или сотрудничество со стороны Главного управления разведки украинской? Генерал Буданов оказался важной фигурой с самого начала, когда я пришел к нему, чтобы объяснить идею юридической войны, эту незнакомую концепцию, эти от того, чем мы занимаемся по всему миру. Он прервал меня буквально посередине слова. Прервал и сказал, понимаю, занимаемся, давайте, чем можем помочь? В подобных всех делах есть люди, такие как я, которые занимаются подобными делами по всему миру. Мы подаем заявления, запросы в госорганы, такие как разведка, полиция, прокуратура, о предоставлении доказательств, которые могут помочь в нашем деле. И эти запросы соответствующим образом рассматриваются здешними госорганами, чтобы предоставить нам то, что нужно. Насколько я понимаю, жертвы отравления в Солсбери тоже в этом процессе. А как это совмещается? Да, мы рассматриваем Солсбери. Это часть нашей юридической войны этой компании. Почему? Потому что речь идет о жертвах со всего мира, которые являются жертвами определенных аспектов российской военной машины. Это люди, которые объединяются в этой компании, демонстрируя солидарность, единый фронт, для того, чтобы возбудить дело против тирании, которая сейчас терзает вашу страну. Если в том или ином уголке мира возникают проблемы за намерение российской внешней политики Кремля поступать вопреки международному уголовному праву, это может стать объектом данной компании. Юридически сопровождать это дело год или три до победного конца – это затратная история. Где вы будете брать на это деньги? Вы совершенно правы. Когда возбуждаешь дела в пользу жертв по всему миру против кого-то вроде Российской Федерации и их военной машины, понимаешь, что средств у них достаточно. Нам нужны наши средства, наши ресурсы, чтобы иметь возможность противостоять им. И с проблемой, когда приходится искать средства для борьбы, мы сталкиваемся регулярно. Впрочем, возможность находить финансирование у нас была всегда. Уверен, в этот случай не будет исключением. NFT Супер Гордон. Крыса Путин. Пошел гон. 15 ноября стартуют продажи моей первой эксклюзивной NFT коллекции Супер Гордон. Всего 3,5 тысячи ярких, необычных картинок, каждая из которых основана на моих мемах, которые вы хорошо знаете и любите. NFT сегодня – это не только перспективное и приятное вложение. Важно то, что часть денег от продажи коллекции Супер Гордон пойдет на покупку разведывательных супердронов, которые помогают нашим защитникам изгонять фашистскую нечисть с территории Украины. Заходите на сайт supergordonnft.com и следуйте простой инструкции, каким образом можно стать обладателем одного из моих эксклюзивных NFT. Кстати, на моих футболках вы видите репродукции этих изображений из коллекции Супер Гордон. Если вам нравится, заходите на сайт и подписывайтесь уже сейчас. В инстаграме на supergordonnft и в телеграме на канал SuperGordon. Умные и продвинутые уже там присоединяйтесь. Я хочу вас спросить, как у суперопытного, квалифицированного юриста. Скажите, пожалуйста, какая судьба Владимира Путина? Где, на какой скамье подсудимых он будет сидеть? Когда это может быть и каким образом? Путин все больше похож на человека, который находится во главе государства изгоя. Его действия, то, что он в Украине делает, его военные преступления, как бы это ни называть, показывают, что это не человек, являющийся частью международного порядка и содружества наций. Это тот, кто заходит слишком далеко. Задали мне политический вопрос. Я не политик, я юрист. Но могу лишь сказать, что его действия открывают возможность его юридического преследования. И мы будем стремиться привлечь его к ответственности за эти действия и заставить его выплатить репарации за содеянное. Могу также сказать, что то, что делает Путин, его военная машина, является классическим определением терроризма. Ведь Вагнер – это классическое определение террористической организации. Ясно, что Путин занимается наймом террористов Вагнера, чтобы проводить свою незаконную внешнюю политику. Вот так я могу об этом сказать. Если бы вы спросили меня, как сделать вкусный борщ, я бы ответил, лучше спросить кого-то более разбирающегося. Но в том, что касается терроризма, происходит именно то, о чем я сказал. Именно этим занимается российский президент вместе с Пригожиным, и ему нужно остановиться. Ну, хорошо. Специальный процесс, специальный трибунал по типу Нюрнмерцкого для Путина, но в Мариуполе или в Буче возможен? Специальный трибунал возможен. Это один из путей к правосудию, по которому в целом должны идти украинцы. Но путь к правосудию через трибунал всегда-всегда медленный. Он направлен лишь на небольшую группу людей. И, конечно, речь не идет о репарациях. Но дело не в этом. Значение трибунала в том, что он оставляет помету в истории о совершенной большой несправедливости. Но, как и все остальное, это зависит от реальной политики международного сообщества. Дорог правосудию много. Одна из них – Международный трибунал, другая – Комитет по репарациям, третья – Юридическая война. Все дороги, по которым вы должны пройти. Нужно пройти каждым путем, потому что украинцы этого заслуживают. США планируют признать группу Вагнера террористической организацией. Скажите, пожалуйста, когда это произойдет, какие последствия будут для вагнеровцев, для Пригожина, и непосредственно каким образом это поможет в вашем судебном деле и в похожих судебных исках, сегодня в которых украинцы ищут справедливости. Когда мы начали готовить эту кампанию, дело против Вагнера Пригножина, которое строится на утверждении, что это террористическая организация, мы собрали наши доказательства, опыт и написали госсекретарю США, моему премьер-министру, и указали в письме, что организация подпадает под классическое определение террористической и должна быть таковой, признана. Одним из важных аспектов этих дел, а мы собираемся подать иск и в Америке, и Вагнер будет там ответчиком, так вот тут важно оказывать давление на международное сообщество для признания этой группы террористической. Она должна быть признана, но иногда процесс оказывается медленным, административным. Отвечая на ваш вопрос, в исках, которые возбуждают украинцы, будь то в Британии или в Америке, нам придется потратить время, доказывая, что Вагнер является террористической организацией. Если они будут признаны террористической организацией, это поможет делу, сэкономит время, деньги, и именно так должно произойти. Евгений Пригожин, который отсылает окровавленную кувалду в Европарламент, который перед этим был убит один из вагнеровцев, который сдался в украинский плен, казнен публично. Вообще это настолько вопиющий случай, который даже сравнить, я не знаю, с чем можно, и его поведение вопиющее. Вот ФБР сейчас объявила за его голову 250 тысяч долларов. Скажите, а это действенный механизм? И что это означает? Список разыскиваемых – это весьма эффективный инструмент американского правительства. Если не ошибаюсь, Бен Ладен в этом списке был, но правосудие против него было выполнено иначе. Такие определения, которые правительство по всему миру использует, они создают эффект стигмы, признают незнакомность террористических групп, приводят к наказаниям их, чем вызывают их раздражение. Это очень важно. Мы должны приветствовать все усилия, предлагаемые любым правительствам, большим или малым, чтобы внести свой вклад. Давайте не будем забывать, что уже многие годы мы видели террористов Вагнера в Африке, далее в Сирии, а теперь они на передовой в Украине. Давайте остановим этих монстров и орды террористов у ворот Европы. Сейчас для этого проявим твердость, станем жесткими и примем меры. Это не первое ваше приближение, соприкосновение с Пригожиным и с его группой Вагнера в этом деле Украины против Вагнера. До этого вы взяли защищать, взялись защищать главу расследовательской компании Биллингкета или Ота Хиггинса как раз в том, что Пригожин против него подал иск. Скажите, пожалуйста, поступали ли вам какие-либо угрозы или какие-то месседжи от Пригожина или от его людей в связи с этим делом и в связи с делом, которое вы сейчас взялись вести в пользу Украины? Нет, угроз мы никаких не получали. С другой стороны, когда у вас такая работа, когда вы судитесь с террористами, что террорист делает? Он угрожает. Так что может случиться, может и нет. Дело в том, что если они угрожают, тем самым они просто подчеркивают, что они монстры и террористы. Извините меня, но я не могу понять мистера Путина, как он может позволить террористической организации посылать кувалды в Европейский парламент от имени России. Это хаос, который создается в мировом порядке. Люди должны выступить против этого. Среди других ваших резонансных дел дело против Лукашенко, которое вы ввели, оппозиционера Санникова в 2012 году. Скажите, чем оно закончилось, или оно еще в процессе? Цель там была другая. Целью юридической войны в этом случае было вызволить Санникова и его товарищей из тюрьмы. И мы создали целую серию судебных исков, частных в том числе, которыми мы угрожали Лукашенко и его министрам. Так что, если бы кто-нибудь из его министров отправился бы на конференцию во Францию, мы были бы там с командой юристов и были бы готовы в частном порядке привлечь к ответственности. В итоге Санникова и группу освободили, нам не нужно было возбуждать дело. Как раз тот случай, когда угроза судебного разбирательства достаточно, чтобы добиться результата. И подобную тактику мы будем в этой компании использовать. Джейсон, назовите, пожалуйста, самые ваши резонансные дела, которыми вы гордитесь. Ну вот если буквально там коротко о каждом сказать. Я всеми ими горжусь, каждый такой случай, я серьезно, кстати, говорю, каждый случай, каждое дело, касается ли оно десятка пострадавших или миллионов, как Рохинджа, например, одинаково важно. У каждого ведь есть право на правосудие. Плохих парней нужно остановить и заставить заплатить, где бы они ни были. Так что дел любимчиков не назову. Одни были сложнее других, какие-то получили больше внимания СМИ, чем другие. Но справедливость, в конце концов, восторжествовало, и это делает меня счастливым. Знаете, наша группа возбуждала дела против Ира, Хамаса, Аль-Каиды, Исламского государства, Аль-Усра, возбудила дела против Ирана, государств-изгоев, таких как Ливия. Наша миссия в этом. Мы в это верим, и мы в этом хороши. А сейчас мы пытаемся предоставить эту возможность украинцам, чтобы они могли этим воспользоваться. Джейсон, я благодарю вас за эту беседу, благодарю за это интервью. Вы делаете очень важную работу, очень важное дело, и я желаю вам удачи на этом пути, я желаю нам всем удачи на этом пути, потому что Украина победит. Обязательно, и вы продолжайте свою работу, это точно так же важно. Вы должны делать то, что мы лучше всего умеем. Если вы попросите меня сесть за танк, то я вряд ли бы справился. Вот я могу террористов наказывать, это да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.